Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу вам рассказать про микрожесты, касающиеся губ и рта. Начнем мы с того, что когда губы выдвигаются вперед, это говорит о наглости и об эпатажности человека. То есть человек, выдвигая губы вперед, то, что видит, считает полностью уже своим. Помните, как Виктор Цой, выступая, выдвигал губы, и на его массивной челюсти это смотрелось просто угрожающе. Значит, если в процессе переговора вы увидели, что у вашего партнера губа пошла вперед, соответственно, он считает, что он победил. Входит это в ваши планы или нет, уже решайте по обстоятельствам. Он уже готов к сделке, как он считает, на своих условиях. А если ребенок выдвигает вперед нижнюю губу, это вовсе не говорит о том, что ребенок обиделся. Это как раз говорит о том, что он нагло манипулирует своими родителями. Так что ставьте таких детей на место. Это я вам советую, как многодетная мать. Но и противоположный жест. Если губы, наоборот, прячутся, это может выглядеть как микрожест в процессе переговоров. Вы увидели, что у вашего партнера нижняя губа чуть-чуть спряталась. Почему я говорю про нижнюю губу? Потому что верхняя губа отвечает за более базисные вещи. А нижняя губа, она по ситуации, она может и выдвигаться, и прятаться в процессе разговора. Так вот, если нижняя губа прячется, то это говорит о том, что вы задели человека за живое, что он прячется, что ему что-то не нравится. В соответствии с этим ведите себя. Либо уходите на другую тему, либо добивайте его. Но это уже смотрите сами. У скупых людей, когда им приходится тратить, у них губа нижняя тоже опять-таки прячется. И у того же ребенка, если он по-настоящему обижен, то губки он как раз спрячет, а следующим шагом уже будут слезы. Поэтому, если вы увидели, что у ребенка губы прячутся, тогда действительно на это стоит обращать внимание. Почему? Разберитесь. Далее. Как я уже говорила, верхняя губа отвечает за более базисные вещи. И если человек начинает себя щипать за верхнюю губу, соответственно, он себя наказывает. Наказывает за просчет в глобальном масштабе. Почему он наказывает? Потому что губы, они же у нас занимаются разведкой. Значит, разведка не очень качественно сработала, и человек что-то сделал не так. Далее. Вот я говорила про этот жест, когда человек хочет что-то захватить и продумывает план действий. А если, наоборот, человек прижимает кончики, а вот бывает даже вот так вот, то это говорит о том, что ситуация вышла из-под контроля. Человек вот-вот сорвется. Он на грани нервного срыва. Ну, чем серьезнее этот жест, чем больше он захватывает, скажем так. Вот если вот так, то это уже все. А если так, то, ну, еще можно как-то поиграться. Далее. Если человек трогает нижнюю губу, а это говорит о заинтересованности, он собирает побольше информации. А если он делает это в центре нижней губы, а еще даже прищипывает, значит, он вам не доверяет. А если он стягивает нижнюю губу в центр, это говорит о том, что он хочет сделать правильный выбор, исходя из всех своих разведданных, которые собрала губа. Далее. Если он прикусывает какую-то часть губой, это говорит о досаде человека, за то, что он хочет что-то взять, но не может. А вот если он прикусывает, ну, это микроржест бывает такой вот, перед рисковым делом, он вот так делает, и идет на... Ну, это выглядит не так, как-то вот моментом так раз. Это так говорит о том, что человек идет на риск. Он говорит своему разведчику, все, молчать, я это сделаю. И, видимо, ну, там мало шансов на успех, но человек как раз вот отключает всю свою разведку и идет вперед. Если у человека губы в нормальном состоянии, то у него все нормально и с нервами, и с его... Ну, его разведка, то есть, действует хорошо и слаженно. Если же губы пересыхают, то человек очень нервничает. И облизывание пересохших губ говорит о том, что человек, ну, не очень хорошо себя ощущает. Значит, далее. Особенно опасно, если на губах вылезает какая-то болячка, например, герпес, это говорит о том, что разведка у человека отказывается работать. Что-то значит, они не поладили. Поэтому присмотритесь внимательно. Ну, вроде бы все. Всем удачи, достаточно. До свидания.